В этой серии учебных фильмов вы узнаете о больших секретах маленьких садов. На первый взгляд кажется невероятной даже мысль о том, что маленький сад может производить такое же сильное впечатление, что и большой. Но если при его создании воспользоваться некоторыми ландшафтными приемами, то добиться такого результата под силу каждому. И в этой серии фильмов я постараюсь убедить вас в этом. На примере своего маленького сада, разбитого на двух с половиной сотках, а также на примере других малых садов. Давайте отправимся в волшебный мир и приоткроем большие секреты малых садов. Не стоит относиться к садовому пространству только как к месту приложения тяжелого физического труда. Это именно то место, где вы можете продемонстрировать свои художественные способности. Отсюда следует секрет 3. Существует множество ухищрений для обмана зрения с использованием шпалерных решеток, красок, цвета, зеркал и других, которые зрительно помогут вам расширить свое пространство сада. Идеи для сада обман зрения представляют собой композиции, называемые тромплей. Тромплей – очень интересный и эффектный прием. Вот некоторые из приемов тромплей. Первое. Установка зеркал в обрамлении растений, которые, отражая часть садового участка, создают иллюзию продолжающего и дальше вашего сада. Второе. Создание иллюзии в саду с помощью идентичных по цвету и форме объектов, различающихся лишь размером. Ну, например, возьмем две абсолютно одинаковые вазы для цветов или одинаковых горшков для цветов разного размера. Ту, которая больше устанавливают в начале садовой дорожки, а вторую, копию ее, но меньшего размера, в конце. С. Благодаря этому создается впечатление, что садовая дорожка имеет большую протяженность, чем есть на самом деле. По этому же принципу работает и цвет. Если в начале дорожки посадить растение с яркими красными, оранжевыми или желтыми цветками, а вдали растение в голубоватых тонах, то расстояние между ними будет казаться большим, чем на самом деле. Это законы, действуют законы перспективы. Смотрите вдаль, то все становится вдали, если там на поле выйдете или куда-то, голубоватым, и даже небо с дорогой как-то сравнивается. Все в голубоватых таких тонах. Цветы как бы тают в голубоватой дымке, как если бы они были расположены очень далеко от зрителя. Еще один интересный прием – использование перспективной настенной живописи, благодаря которым человек, смотрящий на нее под определенным углом, воспринимает ее как реальность. Данная идея для сада является наиболее популярной. Иллюзия в саду представлена различными фальшивыми входами в постройки, дома и так далее. Чаще всего рисуют пейзаж, видный с данного места. Изображают и садовую калитку, за которой якобы находится соседний сад. Эффектно смотрится и ложное окно, нарисованное на стене, с настоящим оконным ящиком и настоящими растениями в нем. Конечно, с близкого расстояния видно, что это роспись. Но чем дальше вы находитесь от рисунка, тем сильнее иллюзия объемного пространства, осязаемости предметов. Надо соблюдать некоторые условия. К примеру, если вы хотите сделать роспись на стене, то надо создать какую-то перспективу. Между стеной и зрителем должно быть хотя бы 3 метра. Необходимо соблюдать и масштаб рисунка. Все изображения должны быть соизмеримы с человеческим ростом. Чтобы нарисовать сюжет, надо обладать золотыми руками или затратить определенные средства. На стену роспись лучше доверить профессионалам. 4. Использование готовых изделий для застания иллюзий в саду. Фальшивые входные двери из деревянных рейк, конструкции из деревянных планок, прикрепленных к забору, изображающих арки с туннелем, в центре которых установлено зеркало или нарисован пейзаж, что создает ощущение, что если пройти сквозь арку, то окажешься в другой скрытой части сада. Грамотное использование таких оптических эффектов буквально раздвигает границы сада. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Создание ложной перспективы с помощью сужающихся дорожек Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok